Здравствуйте! В эфире передача «День за днём» с вами в студии Алина Сазонтова. 10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. Он был учреждён 27 лет назад. Психическое здоровье – основа благополучия каждого человека. Цель праздника – напомнить людям о таких проблемах, как депрессия, шизофрения и другие расстройства, а также о способах профилактики и лечения этих заболеваний. Ну а что нового в Десногорске – узнаете прямо сейчас. Основные темы выпуска. Руководители подразделений города отчитались о проделанной работе. За 7 дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 673 сообщения. Сводка чрезвычайных происшествий за неделю. В магазине что хотели взять? Ну, а еще. Забывчивого вора задержали в рудне. Есть такая профессия – Родину защищать. Укрепкий здоровье, у государства тоже нуждается у нас. Будущих солдат ждет новый жизненный этап. А теперь об этих и других новостях подробнее. В Смоленске выбрали лучших мам предпринимателей. Федеральный проект по поддержке предпринимательства был разработан специально для женщин с детьми. Пять дней смолянки проходили бесплатное обучение. На заключительном этапе прошел конкурс бизнес-проектов участниц. Экспертное жюри оценивало их экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость. В Смоленске победительницей стала мама двух детей Мария Кирпиченкова. На дальнейшее развитие бизнеса она получила 100 тысяч рублей. Профилактика африканской чумы, закрытие роддома и продажа недвижимости. Как связаны между собой эти события, вы узнаете из нашего следующего сюжета. Во вторник утром руководители ключевых подразделений города собрались в конференц-зале администрации, чтобы доложить о работе, проделанной за неделю. Совещание проводил заместитель главы города Александр Новиков. Коммунальные службы города работают в штатном режиме. Наладочные работы и испытания по отоплению совместно с атомной электростанцией и энергосберегающей организацией прошли успешно. Продолжается подключение отопления в общественных местах. Начальник медсанчасти Алексей Азаренков сообщил о состоянии заболеваемости ОРВИ. На территории Десногорска она остается пока низкой. Роддом закрыт на плановую дезинфекцию до конца текущей недели. Председатель комитета имущественных и земельных отношений Ольга Романова рассказала о начале аукциона по продаже недвижимости. Три объекта мы выставляем на продажу. Один объект площадью 170 квадратных метров по адресу 1 микрорайон, дом 12А. Это бывшее помещение аптеки в 1 микрорайоне, первоначальная стоимость 2 миллиона 500. Второй объект площадью 113 квадратных метров, третий микрорайон 10-е общежитие, бывшее помещение кафе Гелиус 3 миллиона. Третий объект 40 квадратных метров располагается на набережной, недостроенное помещение туалета. Первоначальная цена 180 тысяч рублей. Заявки принимаются уже. Предлагаем правдам организациям принять участие. Справки по телефону 7-23-08. Информация размещена на сайте и в газете Десногорска. Начальник Десногорского филиала государственной ветеринарной службы Анжела Делли доложила о проведении профилактических мероприятий, которые препятствуют распространению бешенства и вируса африканской чумы свиней. Распространение инфекционных болезней среди домашнего скота на территории Десногорска остается в пределах нормы. Алина Сазонтова, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ. В Смоленской области собрано 233 тысячи тонн зерна. Этот показатель превышает запланированные объёмы на 4 тысячи тонн. Урожайность составила более 22 центнеров с гектара. Также в финальную стадию вступила и уборка льна долгунца. Ещё аграрии ведут сбор поздних сортов картофеля. В Смоленске отметили столетие уголовного розыска. Сотрудники полиции и творческие коллективы города подготовили праздничный концерт. На торжественном мероприятии лучшим сотрудникам вручили почётные грамоты и благодарности, а образцовым подразделениям – переходящие кубки. Десногорское подразделение уголовного розыска признано одним из лучших по Смоленской области. О чрезвычайной обстановке в городе за прошедшую неделю нам рассказал начальник управления ГОИЧС по Десногорску Андрей Воронцов. На прошлой неделе на территории муниципального образования спасатели поисково-спасательного отряда управления по делам ГОИЧС города Десногорска привлекались для проведения работ по вскрытию дверей три раза, помощь скорой шесть раз. За семь дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 673 сообщения, из них 240 ложных. Поступило 9 просьб от населения, из них отработано 8, переадресована одна. Материальные трудности и действия алкоголя привели злоумышленника к двойной неудачной попытке ограбления в Руднянском районе. Подробности того, что произошло, смотрите в следующем сюжете. Сперва 56-летний вор пробрался в ритуальный магазин, разбив стекло на окне и повредив металлическую решетку. Здесь не оказалось ничего ценного, и он направился в соседний магазин. Но и здесь мужчине не повезло, сработала сигнализация. На место происшествия оперативно прибыли полицейские. Неудачливый грабитель скрылся от них, забыв в магазине чемодан со своими вещами и документами. Стражи порядка задержали преступника по горячим следам. Задержанный признал свою вину и рассказал, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. В ходе беседы с полицейскими задержанный пояснил, что на преступление его толкнули материальные трудности. В отношении подозреваемого следственного отдела Межмуниципального отдела МВД России Руднянский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса покушения на кражу. Задержанному грозит лишение свободы сроком до 5 лет. В Смоленске стартовала спартакиада инвалидов. В ней принимают участие спортсмены практически со всех районов области. Участники соревнуются в различных видах спорта – в лёгкой атлетике, настольном теннисе, армрестлинге, дартсе, гиревом спорте, а также и в непривычных для обычных соревнований видах. В фигурной езде на колясках – боча. Спартакиада продлится два дня. Лучшие спортсмены будут представлять Смоленскую область на аналогичных соревнованиях в Крыму. 9 октября в Десногорске прошла социально-патриотическая акция «День призывника». Организовали мероприятие Комитет по культуре, спорту и молодёжной политике Десногорска, Военный комиссариат, Центр культуры и молодёжной политики и Комитет солдатских матерей. Какую программу подготовили призывникам – смотрите далее. Призыв на службу – особый этап в жизни каждого юноши. Позади медосмотры, заседания призывной комиссии и военный комиссариат. Впереди служба сроком один год. Перед отправкой ребят в армию для них дважды в год готовят особую программу. Осенний призыв не стал исключением. Будущих солдат собрали в Центре культуры и молодёжной политики, где к ним с напутственными словами обратились заместитель главы муниципального образования по социальным вопросам Александр Новиков и военный комиссар Сергей Сибилёв. Ребята, что вам сказать хорошего? Берегите себя, хочу пожелать здоровья. Помните, что дома вас всегда ждут. Многие, приходя со службы в среду вооруженных сил, приносят характеристики. Читаешь характеристики – очень хорошие прозы, очень приятно читать. Очень за ребят не обидно. Чтобы оценить уровень знаний и подготовки к службе, для ребят подготовили специальную викторину. Вместе с призывниками в викторине приняли участие поисковики и волонтёры города. Всех участников поделили на четыре команды. Ребятам нужно было угадывать имена выдающихся людей и название оружия. Было пять туров, как бы в каждом туре по пять вопросов. Ну, опять же говорю, были сложные вопросы, были не особо сложные. Председатель комитета солдатских матерей Десногорска Валентина Рожкова подарила новобранцам подарки – самое необходимое для первого месяца службы. По традиции ребята получили визитки с её номером телефона. Служить в армии стало легче, нет тех случаев, что были раньше, признаётся Валентина Рожкова. Но что бы ни случилось, она всегда добивается того, чтобы увидеть солдата и поговорить с ним. Благодаря такой поддержке призывники уверенно собираются на службу. Никаких опасений, как бы, и морально, и физически ко всему готов, как бы, и никаких проблем. Ребята, вы сами видели, нас прекрасные, желающие служить, хорошо относящиеся к службе. Первая отправка новобранцев состоится 17 октября. Задание на осенний призыв – 10 юношей, и оно будет выполнено в полном объёме. Сотрудники военкомата желают ребятам справедливых командиров, крепких и надёжных товарищей, и, конечно, лёгкой службы. Элина Нурматова, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ. Десногорской детской музыкальной школе состоялся концерт, посвящённый Дню Учителя. К этому традиционному мероприятию ученики школы отнеслись очень ответственно и творчески. Совместно с педагогами они исполнили композиции разных музыкантов, а также русские народные песни. Директор школы Ирина Прудникова под аккомпанемент фортепиано исполнила песню Исака Дунаевского «Звать любовь не надо». Учителем года признана концертмейстер и заместитель директора по воспитательной работе Ксения Захарина. И коротко о погоде. 11 октября будет ясно. Днём плюс 14, ночью плюс 4. На сегодня это вся информация. Всё самое актуальное и интересное вы можете найти на сайте desna.defis.tv.ru С вами была Алина Сазонтова. Оставайтесь с нами. Алина Сазонтова. Оставайтесь с нами.